Добрый день! Хотел донести до вас новую информацию касаемо разъяснений коллегии по гражданским делам Верховного Суда. Они дали соответствующее разъяснение, да, Верховный Суд дал соответствующее разъяснение. Очень хорошо, очень в принципе понятные дали разъяснения, да, в дальнейшем, чтобы возниковало понимание людей, что, как дальше вступать, какие гражданские правоотношения с банком, да, как контролировать, да, всю эту ситуацию. Вот Верховный Суд дал такое разъяснение. Разъяснение касаемо договора поручения, да, необходимо ли согласие второго супруга, да, при заключении договора поручения. Вот районные суды, даже Краевой суд Краснодарского края сказал, что нужно согласие и признал сделку договора поручения, да, недействительную. Но, тем не менее, банк не согласился с этим и в данном случае он обратился в коллегию по гражданским делам Верховного Суда. И Верховный Суд, к сожалению, в данном случае супругов, дал разъяснение, которое говорят о том, что данный договор возможен, да, и в дальнейшем недействительную эту сделку признать нельзя. И в части, которая принадлежит имущество того человека, который закручил договор поручения, банк имеет право обратить висками. В принудительном порядке, да, через суд, через пристав, вот такое разъяснение есть. На что ссылается Верховный Суд? Верховный Суд ссылается на статью 35-ю Семейного Кодекса Российской Федерации, на статью 45-ю Семейного Кодекса Российской Федерации, на статью 253-ю Гражданского Кодекса Российской Федерации, да. Да, поручительство, они говорят, что это один из способов исполнения обязательств. Поручительство не является сделкой по распоряжению общим имуществом супругов. Договор поручительства также не является сделкой, требующей нотариальной заверения. Вот, поэтому, если одно лицо изъявило желание заключить договор поручения, то никаких ограничений нет. Идут, заключают договор поручения и впоследствии банк обращают в изыскании в случае неисполнения основным должником, да, как обеспечить намера. Банк может наложить в изыскании на часть имущества, которая принадлежит. Что хотелось бы сказать. Да, в принципе, Верховный суд дал такие разъяснения, но немножечко мне непонятна одна ситуация. Банк-то защищен в этой ситуации, потому что при заключении сделки он был защищен и в той ситуации, когда нет согласия, и в той ситуации, когда есть согласия. Потому что банк, заключая эту сделку, он может проверить, заключен брак, не заключен брак, есть согласие, нет согласия. Единственное, чего непонятно и почему Верховный суд не дал в этой части разъяснения, как супруг, который не в курсе, что, к примеру, да, в связи с неоткрытыми какими-то взаимоотношениями со вторым супругом, как может узнать, да, когда он будет заключать этот договор поручения. Хотя, в общем, возможно, они наживают общее имущество, какие-то вложения, там, ипотека или тому подобное, да, и в конце может выясниться о том, что это не будет какое-то семейное общее решение, да, то, что он один может пойти, заключить, и вот небольшой, так скажем, да, нехороший момент внести семью. И поэтому вот здесь вторая сторона, да, один супруга сильно не защищен. Поэтому я считаю, да, как бы, да, были бы дополнительные разъяснения касаемые этого, это очень хорошо, но нет, вот Верховный суд считает так, что один может пойти, заключить и создать вот такую ситуацию, по этому решению, да, то, что касаемо, то, что дал Верховный суд разъяснение, поясню следующее, что вот супруга обратилась, в двух судах она выиграла до Краснодарского суда, но тем не менее, впоследствии, вот, она проиграла все, и сейчас банк может наложить арест, да, и изыскать в той части, в которой, а там кредит немаленький был, миллионы. Вот такое разъяснение дал Верховный суд, вот, статья называется, в российской газете опубликована, если друг занял вдруг и опубликована от 14.06.2016 года. Все, знайте об этой ситуации и впоследствии понимайте, что вот в дальнейшем могут складываться такие ситуации, то, что может возникнуть какой-то долг без вашего согласия, и это может долго распространиться на общую имущество. К сожалению, да, вот, трактуется норма права вот в таком положении. Это мое мнение. Все, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова